Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут» В гостях у меня сегодня Сергей Саркисов, директор магазина «Электроники Позитроника» Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Вот, наверное, хотелось бы мне начать с того, что магазин «Электроники» Все мы покупаем какие-то вещи себе домой, на работу То есть «Электроника» нам нужна всегда Как вы считаете, как правильно делать? Многие заказывают вещи по интернету, например Многие идут, покупают в магазинах Хотелось бы ваше мнение, услышать на этот счет И как это делать правильно, чтобы не выходило себе дороже потом Чтобы себе дороже не выходило, нужно разбираться в том, что ты покупаешь Если ты серьезно уверен в своих силах Знаешь, что ты там прочитал много статей Поговорил с большим количеством людей Желательно специалистов И считаешь, что ты готов сделать свой выбор И положить ответственность на себя Но, безусловно, можешь заказать в интернет-магазине ту или иную вещь Особенно, если касается какого-то относительно сложного технического устройства И, в общем, дальше этим пользоваться Но при этом надо понимать, что если вдруг в какой-то момент времени Про какие-то функции, про которые ты не успел прочитать Тебе не сказали твои друзья и так далее У тебя нету в телевизоре, например То добавить эту функцию можно исключительно заменой телевизора Мы все прекрасно понимаем, чего это стоит Поэтому моя позиция следующая Каждый должен заниматься своим делом То есть, если вы видите в себе силу знаний Без вопросов Заказывайте в интернет-магазине, привозите и так далее Проблем никаких не будет Ежели есть желание все-таки максимально полно для себя получить то или иное устройство То, в моем понимании, лучше приходить в магазин Лучше общаться с теми специалистами, которые там работают Потому что, если брать, например, тот же самый наш магазин То я знаю там всех ребят Они там, ну, как это говорится, фанаты одних гаджетов Других фанатов других гаджетов И, в общем, в целом, весь ассортимент более-менее современный Их интересами перекрывает С ними всегда поговорить можно о чем-то Понять услышать, ну, не знаешь там про это Поговорить еще про что-то, подозвать там третьего человека То есть, в принципе, проблем никаких нет Потому что, ну, вот Я же хорошо по другим магазинам тоже Ты приходишь и какие-то лица печальные там Люди угрюмые, да То есть, знаешь ты больше их Ну, дело даже не в том, что я это там По роду своей деятельности интересую Обязан знать, а вообще Вот, ты начинаешь общаться Видишь, что как бы у людей Голаза не горят, им это неинтересно Ну, я не знаю, что у таких людей можно покупать Я не знаю, о чем у них можно спрашивать То есть, вот Я стараюсь общаться с теми людьми Которые по жизни что-то интересное Которые как-то горят тем, чем они занимаются В любом случае, это хорошо Тем не менее, у магазина Позитроника Тоже есть интернет-магазин, да? Безусловно, есть интернет-магазин Потому что есть все-таки относительно простые вещи Которые, ну, не требуют какого-то там Мега-интеллектуальной составляющей Как я это называю, да? Ну, посмотрел, там, выбрал себе, там, привез Ну, опять же, это твой выбор, это твоя ответственность Надо понимать, что товар заказан через интернет-магазин Ну, и с ним сложнее, там, как-то разбираться Там, возвращайтесь, не подошел И прочие моменты Вот, поэтому он, безусловно, есть Для того, чтобы охватить все интересы Всех людей, потому что Это правильно, это современная жизнь Еще раз говорю, то есть, уровень информационной Наполненность достаточно большой Можно много про что почитать Много что узнать Без проблем Надо просто отдавать себе отчет в происходящем Что я это делаю Я понимаю, что я делаю Я знаю, зачем я это делаю И я получаю это устройство, которое я именно хотел И потом я не переживаю И не виню всех вокруг, кроме себя Вот и все Ну, кстати, гарантия какая-то существует Вот на вещи, которые покупаем Безусловно, гарантия на вещи, которые мы существуем Есть гарантия производителей Есть гарантия продавцов То есть, никаких проблем нету Особенно, если покупать какие-то Относительно понятные брендовые вещи То есть, на которые есть гарантия Сервисный центр, например, города Рязани То есть, это удобно, это хорошо Поэтому этот момент не воловажный Вот, а купить что-то такое Мегаэксклюзивное Которое потом надо ввести в Москву Ну, дальше, я думаю, что Вопрос о том, сколько мы сэкономили Сколько мы потом потратим на этом Я думаю, что не стоит Ну, это очевидно То есть, эти просто все моменты Их надо понимать Люди, которые работают в том или ином бизнесе В той или иной области Они свои риски, они перераспределяют Они это понимают А если мы этим вопросом Не занимаемся профессионально То мы можем это все упустить, безусловно Поэтому, я говорю Моя позиция следующая То есть, за теми или иными вещами Лучше обращаться к специалистам Профессионалам Людям, которые зарабатывают на этом деньги И не просто так А потому, что они в этом понимают Вот и все Ну, вот, наверное, об ассортименте Говорить бессмысленно Потому что ассортимент любого Магазина сейчас Это огромный ассортимент Мы будем тут еще полдня только перечислять А вот, тем не менее, такой вопрос Вот, наверное, что пользуется обычно Вот, наибольшей популярностью Да, вот, на данный момент, допустим И есть ли какие-то, может быть, там Суперновинки Супер, там, актуальные вещи Вот, хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали Сергей Ну, статистика магазина Вопрос вообще отдельный Вот Ну, очевидно Я думаю, что ни для кого не новость Что, скажем так Достаточно большую часть ассортимента Я думаю, что любого магазина Да, занимает та или иная аксессуарика Почему? Ну, потому что Она, может быть, относительно недорого стоит Там тоже чехол к телефону Там люди Могут себе позволить Поменять там пару раз в год Там и так далее Ну, понравилось, не понравилось Почему? Это удовольствие, это радость То есть, в общем-то, я думаю, что Аксессуарика достаточно большой ассортимент занимает И большой процент продаж Вот Безусловно Нельзя убрать куда-то в сторону Какие-то относительно крупные покупки В виде там телевизоров, ноутбуков, планшетов То есть, это, безусловно, тоже есть И Сейчас люди стараются запастись там к Новому году Этими вещами Вот Чтобы там Праздники смотреть на красивых телевизоров Вот Тема с цифровым телевидением, на самом деле Была достаточно актуальна Мы в свое время Все приставки потестировали С антеннами разобрались То есть, в принципе Вот Те самые несколько цифровых каналов Которые у нас идут Их можно, в общем-то Объективно под них Телевизор Под них купить приставку антенны И всерьез там смотреть Без какого-либо кабеля на телевидение Да, это будет там Ну, я не помню Там 10 или 11 каналов Но это будет хорошее качество Там с обычной какой-то там антенной Достаточно бюджетно Вот Что касается новинок Ну, на самом деле Мысль человеческая Она вообще на месте не стоит А самое главное Что иногда просто удивляешься Тому, что можно придумывать Да Ну, я думаю, что те люди Которые более-менее Смотрят там Какие-то статьи там В интернете читают То знают и про Очки виртуальной реальности Которые всерьез сейчас есть И достаточно интересные И про Всякие там шлемы тоже интерактивные И про Много других всяких гаджетов Которые Позволяют разнообразить Ну, в том числе и Игры компьютерные Да, потому что У многих людей представление Что вот Мне в игру будет интереснее играть Чем вот Там мощнее Или круче Как мы говорим Будет у меня компьютер Ну, безусловно, это так Да, но С определенного момента Наступает пора Когда, в принципе Умощнять Компьютер занятие Бессмысленное С технической точки зрения А лучше туда добавить Что там Я не знаю Там грубо Руль, там Джойстик Ну, какие-то такие вещи Которые добавляют Интерактива Там Радость Там Веселье И вот этих Действительно Они дают Удовольствие Понимание Вот я не зря Потратил свои деньги А не просто Я купил там телевизор Который там Не объятия руками И буду на нем смотреть Там вот Фильм там Десятилетней давности Закачанный там На флешку Понимаете Вот с таким пикселем То есть Все должно Гармонично сочетаться Понимаете И Тут тоже Опять же Можно У кого-то Поконсультироваться У кого-то спросить Вот я купил себе Вот эту мега штуку Ну Кроме того Что я похвастаюсь Какое еще удовольствие От этой мега штуки получу Значит Должен быть какой-то Контент Если это там Я не знаю Там То есть Фильмы Не знаю Игры Программы То есть Потому что Все эти вещи Они без Того Что-то на них будешь смотреть Ставить Загружать Они вообще ничего не стоят То есть Они как раз Позволяют правильно И грамотно Пользоваться тем или иными Там вещами Вот И так далее Там и так далее Поэтому Гарджетов Их Миллионы разных Надо читать Надо под себя смотреть Вот Ну и частенько На всяких там Технических И полу-технических Форумах Проскакивают Интересные статьи Тоже можно изучать Ну в основном Все движется Именно к теме Интерактивности Того или иного Да То есть Чтобы Как-то себя Уже Туда В виртуальный мир Немножко Перенещать Становится на самом деле Страшно Что с нами будет Еще лет через 10 Нет Я позитивно Смотрю Как бы на вещи И считаю Что Если Будешь считать Что страшно То будет страшно Если будешь считать Что хорошо То будет хорошо Я Неинтересно Сергей Вот скажите пожалуйста Все говорят про кризис Ощущается Как-то Знаете Я лично Кризис ощущаю Исключительно По реакции Людей Окружающих Безусловно Ситуация в стране Наверное Сложно назвать Легкой Вот Но я считаю Что Часть кризиса Она просто в головах У людей И надо В общем-то Смотреть Позитивно Вперед Надо На себя Больше нам Не на кого Надеяться Надеяться Надо просто Работать И Я уверен Что все будет Хорошо У тех людей Кто именно так Смотрит на эту жизнь Ну что ж С наступающим Основным годом Магазин Спезитроника Обязательно Развиваться И Остановиться Еще круче Вот А нашим телезрителям Напомню Что в гостях У меня сегодня был Сергей Саркисов Директор магазина Электроники Позитроника Это программа 7 минут Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok